Друзья, всех приветствую вас на своем канале Древняя Подмосковья. Меня зовут Алексей. Если вы смотрели прошлое мое видео, мы спасали огурцы от трипса. И, как вы видите, листья сегодня, на сегодняшний день зеленые, завязи появились. Огурцы начали наращивать листовой аппарат, стали такого плотно, хорошо зеленого цвета. Но это еще не все. Для того, чтобы растение хорошо развивалось, для того, чтобы у вас были завязи, чтобы они не опадали, чтобы растение хорошо росло, чтобы происходило хорошее корнеобразование. Для этого, конечно же, нужны растению микроэлементы. И один из микроэлементов, который способствует, скажем, хорошему наращиванию завязей, является борная кислота. Продается она во многих садовых магазинах, также она продается в аптеке. У меня находится кислота, которая по 10 грамм. Здесь фактически чайная ложка. И будем сегодня готовить с вами подкормку для наших огурцов. Что нам для этого потребуется? Раствор я буду делать в небольшом количестве, так как мне нужно обработать только огурцы. Для этого мне понадобится всего пол чайной ложки. Понадобится горячая вода и 5 литров воды. Еще раз скажу, пол чайной ложки, 5 литров воды и начнем обрабатывать. Обработку нужно обязательно производить либо рано утром, либо, скажем так, уже вечер, когда солнце заходит. Либо, как сегодня, в такую дождливую, несолнечную погоду. Потому как если кислота будет попадать на листья, будет солнце, естественно, ваше растение получит ожог, а вам это не нужно. Итак, перейдем к приготовлению нашей подкормки. Итак, друзья, что нам для этого понадобится? Нам понадобится поливизатор. У меня поливизатор 2-х литровый. Точнее, полутора литровый. И борная кислота. Еще раз повторю, что для приготовления раствора нам потребуется пол чайной ложки. Вот, я взял какую-то баночку. Для того, чтобы развести раствор, чтобы кристаллы растворились, обязательно нужна горячая вода. У меня ложка маленькая, чайная, поэтому, то есть она меньше стандартной ложки, я беру вот столько. Насыпаю на дно баночки и заливаю где-то грамм 200 воды для того, чтобы растворить кристаллы в воде. Хорошо размешиваю наши кристаллы, чтобы ничего не осталось. Воду я также налил дома из-под крана, так как у меня вода из колодца. То я взял воду чуть выше комнатной температуры. Можно, в принципе, взять комнатную температуру, если у вас на улице тепло, вода отстоялась. Из колодца не берите воду, так как она холодная. Мы всем прекрасно знаем, что огурцы не любят холодную воду, поэтому обработка должна быть по листу именно либо комнатной температуры, либо прогретой на солнце за день. Если у вас солнышко было, у нас уже с начала июля солнца до сих пор нет. Итак, вот мы развели. Смотрим, что кристаллы здесь не остались. И теперь этот раствор добавляем в ведро в 5 литров. Друзья, еще раз хочу обратить внимание, что обрабатывается теплой водой в несолнечную погоду, чтобы не сжечь наши огурцы. Каким образом это делается? Накачали воздухом и обрабатываем по листу наши растения. Не обязательно, чтобы раствор капал по листу, достаточно просто, чтобы бор попал на наши листья. Данный раствор можете не выливать, а также, собственно, его использовать и на помидорах, так как борная кислота используется и на картошке, также она используется и на клубнике, и также используется на огурцах. Сколько раз можно обрабатывать? В принципе, производитель рекомендует огурцы, томаты обрабатывать не больше двух раз. То есть, в момент бутонизации и когда у вас уже начинается цветение, в этот момент тоже. Ну, как вариант, можно третий раз, когда у вас уже появляются завязи, чтобы они не опали. Но этого будет вполне достаточно для того, чтобы обработать все ваши огурцы. Ну, вот мы с вами закончили обработку огурцов. Все мы прекрасно знаем и понимаем, что растение, оно также требует питания. И не так маловажно, чтобы растения получали микроэлементы, такие как цинк, фосфор, калий, медь, железо, но и в том числе бор. Если все компоненты присутствуют в данном растении, растение у вас получается здоровое, крепкое, корнеобразование у вас мощное, ствол хороший, листовая масса, листовой аппарат у вас просто шикарный. Он должен быть такого хорошего, насыщенного, еще раз повторюсь, темно-зеленого цвета. А также вы получаете хороший урожай с ваших растений. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если считаете его полезным, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok